Строящийся во Франции термоядерный реактор «Итер» называют самым большим пазлом в мире. Детали для него создают с 35 стран. Клад России один из самых весомых. На этом петербургском предприятии корпорации «Росатом» делают оборудование, которое будет непосредственно контактировать с плазмой, результатом термоядерного синтеза. Специалисты должны были придумать такое изделие, которое выдержит колоссальную тепловую нагрузку. Все видели или представляют, как выглядит космический корабль или шаттл. Спускаемая капсула, когда она входит в атмосферу Земли, она раскалена, вокруг огонь, плазма. Так вот, нагрузки на поверхность вот этого спускаемого аппарата достигают порядка 1 мегаватт на метр квадратный. То есть нагрузки на вот эти изделия где-то в 20 раз больше. Идея создания экспериментального термоядерного реактора появилась в 80-х прошлого века. О сотрудничестве договорились Евросоюз, Россия, США и Япония. Позже к ним присоединились Китай, Индия и Республика Корея. В основе будущей установки, разработанной советскими, в том числе и ленинградскими учеными, система Токомак. В вакуумной камере под воздействием экстремальной температуры и давления газообразное водородное топливо становится плазмой. Восвобождается огромное количество энергии. Проект должен доказать, что ее можно использовать, например, в промышленности. То есть обеспечить электричеством заводы и фабрики. Управляемый термоядерный синтез является источником практически неисчерпаемого, источником энергии. Поскольку запасы топлива для управляемой термоядерной реакции в сравнении с запасами атомного топлива, а уж тем более ископаемого топлива, практически неограничены. Используются изотопы водорода. Дейтерии в огромных количествах, содержащиеся в морской воде. И тритий, который легко нарабатывается прямо в камере Токомака, из лития. Главный вопрос – как заставить плазму гореть долго, а значит выработать достаточно энергии. Максимальное время, которого удалось добиться – полторы минуты. Ученые рассчитывают, что в термоядерном реакторе ИТЭР плазму удастся удерживать в активном состоянии не меньше 20 минут. Эксперимент настолько важен для мировой науки и энергетики, что на проект не влияют никакие геополитические катаклизмы. В части международного проекта ИТЭР вообще ситуация уникальная. Это один из немногих международных проектов, который в нынешней ситуации остался на плаву полноценно. У нас все наши соглашения о поставках, все наши графики, они актуальны. Международная команда подтвердила, что они намерены взаимодействовать с нами. Поставки идут по графику. Недавно из России во Францию отправили 8 трейлеров с оборудованием. Петербургское предприятие создает всю систему электропитания, которая будет работать на термоядерном реакторе. Вот, например, к отправке готова новая партия токопроводов. Всего их будет изготовлено 5,5 километров. Каждый провод изогнутой формы, потому что создан для конкретного помещения и будет установлен на строго определенное место, как кусочек пазла. Международная кооперация позволила странам не только придумать и реализовать прорывные решения, но и обменяться уникальными знаниями. Ведь каждый участник проекта имеет равный доступ к информации, накопленной коллегами. И этот обмен не прекратится даже тогда, когда реактор начнет свою работу. Технический пуск запланирован через три года. Мария Машенко, Юрий Юхнин, Юлия Копралова, Дмитрий Недодаев. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург.